Не хочу я чути твий голос, не треба мені твоих сліз Я прошу тебе не наярить, во що в мене є цей сліз Ти не наярить, ти не наярить, ти не наярить, ти просто не наярить Такс, 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 такс Добрый день, дорогие друзья Итак, темная ночь сменилась солнечным днем Мы с вами снова встречаемся для того, чтобы дослушать, дооценивать и дообщаться Надеюсь, вы уже успели что-нибудь делать, хорошее за сегодняшний день Пожалуй, начнем Пятая, получается, пара Некто Лин Лин Дж Раньше был такой МС Дишон Также известен как Дж Дж Си Витебский земляк Вот тут Лин Дж То же самое На конце сочетания букв Вряд ли это тот же человек, но Это вот, пожалуй, сто разу пришло на ум Второй человек под псевдонимом Ветер Надеюсь, что его флоу будет могуч Что он прогонит стаи туч С нашего минского неба И оно будет таким же солнечным, как Моя чудесная комната Первый исполнитель Лин Дж Бит Олег Назаров Просто удивительно, насколько они взяты из жизни все эти рассказы Случилось так, что пока я рос, мне снова и снова приходилось слышать этот ветер Иногда над городом выносились враганы и ветра Подрага? Из печаля и не печаль Словно туман и горн И в один прекрасный день я сказал О! Чего? Я больше не позволю ветру меня донимать И напишу о нем рассказ Я словно окунулся в водопреческий ответ Святой полкиши поднимутся в сайполический кота Моя личность из трактной металлической ангары Мы на дне нудесу шлоток ветер Ищи батискалки вернут мысли навсегда Я на взгляд у свежей пещеры и массы буду кличными вангардными записками в столах Прошу наследственное исцелом Клинический расклад Моих расстройств гораздо больше, чем корейческого пола Моя личность из трактной металлической ангары Я знаю, что любопыты кончатся по громам Полносятся, покажи, вылетовки цапол Мы сахарки на бойниках И я не саличьи на бойниках Тихо свищу подоконника И мысли подзаглобят Мне стало быстро холодно И сахватит друг друга Там ударом бы не с голову Ищи с нас отдыхает себе с целью Ищи с нас отдыхаем в одном лице И мы не перестаем по наце И вырыпаю на бойнике, чтобы смазаны в петерборе Он теперь ли понял, то что там нечего нет Сусорок маслом на большего образ страха Очень много текстов Очень много текстов А так Симирон наверное получается, да? Это как Симирон наверное получается, да? Выкупак, как у нас Сталина язык Ярпитался по хамстаре на ладить Коли к тяне на язык Тебе по сыр тебе заставят Говори, что перед нами тосты И мы узнаем, кто исты Ветер это мышь, которая не может Сторгмысл на листов джинклс Можешь к мельчинной для бычей жизни Что он заметен ведь перебутал Генскольд вертил для генскольм Генскольд вертил Генскольд мельчистерам Кринжаса Подопишет на мечтатель Генскольд вертил Уменьши Генскольд вертил Генскольд вертил Шатер Генскольд вертил Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нормальный трючок Но мне понравилось пока больше из всех представителей этой замечательной категории Которую я так называю Батлова-Дрощилова Посмотрим, что второй человек предоставил Текста гораздо меньше, а то уже приятно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Я так не понял в натуре Ну тут типа столько разных сортов вина, что это типа не совсем понятно Он, наверное, самелье может работать А не, он же в Газпроме, мы сказали ДимаTorzok ДимаTorzok Радует, что мало текста и человек не объяснял свои строчки, потому что, блядь, я вчера как бы и классику, может быть, зря так дохуя поставил, потому что, ну, блядь, объяснять свои строчки это очень печальная хуя Но как бы, ну, тем не менее, это сработало, я там посмотрел, все повыкупал, было прикольно Очень круто, что появляется тенденция для таких дебилов, как я, выписать вниз по текстам все, что они могут не знать, кто там чья бабушка, кто там кого ебал в прошлом раунде и так далее Вот, так что, если в будущем будут так делать, это отличная идея Короче, мне второй трек не очень понравился Первый трек мне даже почти понравился В принципе, это оба примера того, что я говорил вчера Есть два критерия, весело и круто Весело мне не было ни в одном из случаев Первый трек довольно круто сделал, ну, я могу сказать, что это круто Второй трек, я могу сказать, что это даже, ну, по-своему круто, ну, нормально, но меня он меньше впечатлил И поскольку мы вообще на батле находимся, а не на смотре влажной самодеятельности, как бы, я хотел бы, чтобы первый человек выиграл, но поставлю сейчас по очереди обоим По справедливостям Как чувствую? Так, ну что, текст, это первый исполнитель Ли Ин Джей Вот, вообще, мне напомнило что-то смесь оксимирона и немножечко скриптонита Вот, местами Ну, а, как бы, это в плане того, что он эмоционально там подал и так далее Потому что всем вот этим батловым дрочилам часто, ну, им просто не веришь Их эмоциям, их напорность какой-то натужной и вымученной А у этого чувака, ну, довольно все прикольно Поэтому раскрытие темы, ну, такое оно было покасательное Собственно говоря Больше он там все в абстракциях этих плавал Но в целом, ну, тема выдержана Я поставил двоечку, да, ну, потому что трек в целом норм Лексика, панчлайны, хуяины, игра слов и проще Ну, хорошо это все было Сейчас, возможно, там, ну, меня начнут корить, что там я кому-то сегодня больше поставил, кому-то меньше Я стараюсь больше думать насчет рамок одной пары Потому что, бля, ну, переслушивать это все 10 раз, чтобы потом лазить по другим парам и отнимать друг у друга Ну, мне кажется, это хуйня Я не буду, не хочу тратить свою жизнь на такие вещи Я хочу просто из двух чуваков оценить, ну, примерно, кто что лучше сделал Ну, я так это вижу Все тут было круто Художественные приемы, мысли, игра слов Поставим, как бы, пускай С учетом того, что их было очень много Что человек старался, объяснял их Были какие-то панчи там прикольные Давайте поставим Давайте два поставим Ладно, много кому два ставил там за это Рифмовка там, один-три Рифм был дохуя, вообще, это как у Оксимирона Ну, давайте, я не очень такое люблю Но у него по-любому это лучше получилось Чем у вчерашних мастеров Батлова-Дорощилова Поэтому я поставлю крепкую двоечку Техника Очень был классная техника, очень мне понравилось Там пару слов прожевал Но поскольку, ну, в целом Напор такой, ну, типа, голос прикольный Подача, мне, короче, очень понравилось Я поставил, поставлю Троечку даже с плюсиком То есть, ну, близко к четырем Прям меня качнуло, бля, класс Ритм и копишки Все было круто Битоз там нарезанный Все ездил Даже три поставлю из трех Максимальную оценку Ну, прикольно, чувак, застелил Харизма, атмосфера Но поскольку это все еще Батлова-Дорощилова Больших баллов я ставить не хочу За эту категорию Но я немного подзавышу здесь оценку Чтобы занизить следующую Компенсируя там Как бы половиночку дам Я дам, пожалуй, здесь два из трех Потому что из всех Повторюсь, батловых Вот этих вот исполнителей Что я пока слышал Если не считать нервного Который тоже вроде как Типа из этой Как это называется Собаку съел на этой чепухе Я поставлю этому чуваку Два из трех Потому что из всех этих исполнителей Он меня наиболее впечатлил И запомнился Может быть, конечно, потому что Я хорошо выспался Может, потому что Отличная погода Светит солнце ярко Может, по всем причинам Одновременно Но я ставлю два из трех Общее впечатление Я поставлю один Потому что все равно Этот трек я бы переслушивать не стал Потому что он очень затянутый Заодно сюда же я минусаную То, что чувак объясняет Сам свои панчлайны Я как бы за это и плюсанул Потому что я их Некоторые выкупил И это учлось Иначе бы я их не выкупил Там про Газпром И всю эту хуйню Которая там откомментирована Но при этом я за это вот чуть-чуть И хочу вычесть Общее впечатление Потому что, ну Это как бы Не очень в целом Ну, типа, красивый ход Нажимаю кнопочку оценить Получается 6-8-1 Получается 15 баллов Может быть Меня там упрекнут Наверное обидеться Что вчера засудил Я человека В паре с Нойзом Но у него там По-моему 13 получилось Тут у человека Получилось 15 Я могу сказать Что мне этот человек Чуть-чуть больше понравился По подаче А так Ну, уровень примерно одинаковый Ну, поэтому Пока что я Мне кажется Все довольно По своим меркам Справедливо Отсудил Теперь посмотрим Второго человека Я думаю Что ему получится Меньше Сразу говорю По ощущениям Как и До оценок первого Говорил Раскрытие темы Ну, тема раскрыта Но, бля Ну, банально Это банальная Лирика Там Такая Ванильная Ну, два Я бы поставил Может два Давайте я поставлю два Потому что Потому что Художественный Человек Старался Там Да Ну, потом Это с натяжечкой Короче Я бы поставил Полторашечку Тут Потому что Именно раскрытие Такое Лексика Панчлайны Художественные приемы Интересные мысли Тегра слов Ну, давайте Опять же С натяжечкой Поставлю два Потому что Ну, там было Что-то В целом Ну, опять же Я 1,75 Я бы тут поставил Потому что Ну, хоть и по объему Было меньше Но и Как бы Глазу было Зацепиться Меньше За что Тут больше В художественную сторону Все пойдет А, вот написано Художественные приемы А, нет Вот дальше Художественная задумка Техника Нет В технике идет А, значит Тут поставим Давайте три Вот за художественные приемы Сюда Потому что Там были всякие Красивые Визуализируемые Фигуры Речи Ну, все прикольно Рифмовка Ой, ну у меня вообще Ничего особо Там не запомнилось Может быть Это сейчас Я быстро просмотрю В принципе Когда рифмовка Не бросается в глаза Это тоже хорошо Что там Боже Ну, обычная Такая хорошая Рифмовка Ничего глаза Не режет Тавтология Нет Блин, давайте Поставлю тоже два Потому что Хоть ничего особенного Нет Но при этом Все красиво Довольно сделано Дальше Дальше Я думаю Будет поменьше Техника Исполнения Технику Ставлю меньше Однозначно Ну, я ставлю два Это чуть-чуть Может быть Выше Чем хотелось бы Потому что Вообще Не впечатлил Исполнитель Но при этом Все ровненько Пусть будет два Ритмика И фишки Ноль три Напевки Вокал Но тут было скучно В этом плане Довольно предсказуемо Я ставлю единичку То есть Все было норм Хорошо Но зацепиться Тоже не на что Харизма Атмосфера Тоже Здесь провисон Я ставлю здесь Единичку Потому что Я, короче, не поверил Ну, чувак старался Это Я оценил это В других Каких-то категориях Но в целом Меня не зацепило Я о нем Мало что понял За то трека Общее впечатление Я поставлю тоже единичку Потому что в целом Ну, послушать было приятно Немного Скучновато Хоть и в два раза короче Показался трек По размеру Но в целом Неплохой Такой хороший Качественный трек Итого Мы нажимаем Оценить Получаем 7-4-1 Это 12 То есть Чуть меньше Чем вчера Было у Беса Ну, возможно Бес где-то На один балл Там, может быть Больше бы получил Если бы я там Сегодня оценил Но Я в этом не уверен В принципе Тут чувак Тут чувак По художественной части Тоже хорошо делал И за это Я его, ну, и подтащил Учитывая, что трек В целом Довольно Ну, такой Для батла Хуй его знает Ну, очевидно Не в топ-10 Как бы этого раунда Не у меня Не попадает То оно Получить Там сколько 12 баллов Это я считаю Нормально Нажимаю кнопочку Оценить Следующая пара Я понятия не имею Кто это Такие Некто Палач Или Палыч И Некто Катрувасер Мне нравится Ник Катрувасер Так что У этого человека Полбала Уже есть Зато Первый человек Записался На бит Некого Некого Ноубит Значит Он Бит Не украл Значит Наверное Он молодец И ему Тоже Полбала За это Святить Поехали Палач Первый трек Пары Но когда Такая пианинка Начинается Я обычно Ожидаю Что сейчас Будет Какая-то Ебанина Занудная Субтитры Субтитры Текст тут что-то с ошибочками записан, вольно интерпретают Саня хуяна достаточно, прикольная лирика Пока довольно прикольно Объяснений тут почему-то нет, они чисто цифрами указаны, но их почему-то нет Но она в целом прикольная по тексту Отличная часть, простое, но довольно нестандартно раскрыто при этом Все встало на место, когда узнал твой кореш, что надо Люд от нас, ну, нести хуйню, так не сможет матран, к вашей площадке хует, а Но включаю, завещал, там ты кидаешься трусами, он получает леща Вот это хайлайса, нам дарят лайфмапла Их ката по цветих отлайнер, как братана, не тащили таланты, как-то нету без шума и плавно Мимо Адольфа к Браун, видя, как епу оффлайн, и кайфует только рай-траум А за что тебя давить в харизму, вы знали, не будешь богатым Ну прикон трек, ладно, чувак, ну, лучший чайник тоже Хороший текст, я, вот, декодинг тут то ли не приложился, то ли чё, там просто цифры стоят Но я в целом все понял, и, пожалуйста, вот пример, ну, типа, без декодинга все понятно, если ты не долбаёб Приятно удивлен прикольный трючок, посмотрим, что предложит оппонент сейчас Оппонентная Genius отправляет, ну давай сходим Сам тоже щас там будет, да, всё объясняет, класс Вот это жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бронхиальная астма Воды минеральные с газами и будут минимальными астмой Пушкины грязные, уплотисты, так нерадостный пасты Кто был солдат за пасы, подсказывает писательский глаз И сколько разных пандомий маразм сохранит от правственной кастры Други унесёт баркас на Сахалин Иной танцев на старик, горем в слезах солит И только кунь всегда за ним ведь сына он захоронил И в темноте ночной потом он не гребнул, возник монах Под светом ламп возне палат, возне возликовал Доктор, что коснил таланта одного носила тьма Ох, я всегда растил путь я в достиг узнав А холод комнатную тропу друг трохнет перед пером Тепло, тепло, его так много, это вот он одинок Но хладок ровно, доктор, до шампанского глоток Исчезнув слюбой поток, обмоет гору, я скажу, и что Две последние венеры нас не позовут Там все в фамилии сады, сляпом затух Несли в дозапубликать к этим свету Ветром затуха, но вредка в саду Две последние венеры нас не позовут Там все в фамилии сады, сляпом затух Откручивай это про чеху, хорошо Откручивай это про чеху 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 И я пройду большой умный сквозь бессильную толпу Через седины шевелюры шапки зимние, как кноп Необъяснимому во внутрь, как все синие утонуть Чтоб мысли донести до глупых Тут молбят время писал, но пустыня дана одинокому Под трохот пептик и сон, нас спустили брали пилотами Но барканы неровные, и вот моралит и оперы Любой караем пивот, клови как отурнанин и опиумов А мне бы духом, как дыхать целить И километр, пизамин, как диопету, инсулин Но в этом хвостике смертельно андюй Бля, такое конечно Объемный труд Охуенно да, все, завернулся в лес Бля, ну вот эта тенденция с автодекодингом Она меня вообще смущает Ну это такая хуйня Чтоб на полном серьезе ее делать Это как лабораторки какие-то в школе Типа, смотри, как я охуенно придумал. Типа, смотри, как я охуенно придумал. Типа, смотри, как я охуенно придумал. Я с вашего позволения приостановлю, потому что уже там ничего особо не будет, как я понимаю, по тексту. Блин, ну нормальный трек, на самом деле, неплохой. Назовем это раскрытие, первая часть, ну такая душноватая вообще. Ну, я не оценил, мне что-то не очень... Ну да, про Чехову нихуя себе придумал. А если без Джениуса слушать, ну кому это нахуй... А если с Джениусом, тоже не особо. Лучше, блядь, Чехова книжку почитайте. Вот. Я, короче, вот, ну типа лирику не оценил. Я понял, что человек тоже тут претендует на нихуевую литературность, видимо. Вот, ну в принципе, оба чувака не глупые. Довольно интересно было въехать. Мне немного от второго трека повоняло вот этими оффлайн-баттлами, вот этой хуйней, кто там кого послал нахуй и так далее. Причем, ну в худших проявлениях. Вот. Поэтому сразу скажу, что мне первый трек понравился больше. В принципе, второй трек тоже нормальный. Много было там и строчек прикольных, и каких-то кусков. Но в целом раскрытие довольно душное. И трек, как бы, надоедает слушать. Ну, он перетянутый немного. И из-за раскрытия, и вторая часть такая, немного, короче, с душком. Но, как бы, MC тоже неплохой. Тут плохих не держит уже на этом этапе, короче. Давайте поставим оценки, значит, палач. Сейчас пробегу текст глазами. Так, вот, раз, два, и потом было вот это. Угу, отлично. Ну, хороший трек, повторюсь, палача. Раскрытие темы. Прикольное, классное раскрытие темы. Ну, оно, как бы, не то, чтобы там гениальное, невероятное. Но при этом сделано прикольно. И не самое банальное при этом. Поэтому, ну, я даже поставлю... Поставлю двоечку, да. Ну, крепкое, короче, два из трех. Структура текста, панчлайны, все проще. Было прикольно, да. Хорошо было. Я поставлю чуть больше, чем обычным людям ставил. Тоже это, как бы, видно, что батловые чуваки, что не первый год этим, не второй занимаются. Поставлю троечку, потому что, ну, вот, понравился троечок. Рифмовка классная. Все было классно, было много. Было пару мест, где был чуть переборчик. Но, в целом, было очень на уровне все сделано. То есть, на грани между передрощенной рифмой и, как бы, органичной, оптимальной. Крепкая тоже два из трех. Исполнение. Исполнено было хорошо. Хорошо было исполнено. Все выговаривал, все там было замечательно. Ставлю троечку из четырех. Ритмикой фишки. Ну, тоже ничего такого сверх примечательного. Там было пару пулеметных каких-то пробросов тоже приятных. Два из трех тоже. Ну, все отлично. Харизма, атмосфера. Я, ну, я погрузился, дослушал до конца. Примерно понял, что это за чувак. Так, мне интересно будет послушать следующий трек. Я ставлю два из трех. И общее впечатление я ставлю хорошее. Ставлю два. Нажимаю кнопочку оценить. Итого мы имеем шестнадцать. Я считаю, это справедливая вполне оценка. Я примерно так и хотел. Второй чувак. Пробежимся еще раз глазами по тексту на Genius. Я там какие-то строчки смотрел. Какие-то уж, извините, не смотрел. Это немного глупо. Ну, они как бы не настолько охуенно меня зацепили, чтобы мне было интересно их потайные смыслы. В целом, тут все довольно понятно. Так, это два куплета было у нас раскрытие. Это перетянутое. Два примера. Два куплета было у нас агрессивный. Диссинг оппонента. Все хорошо. Я освежил в памяти. Раскрытие темы. Блядь. Давайте я за раскрытие темы поставлю два. Это будет большая оценка, потому что, ну, хуй с ним хорошо. Это оригинально. Там Чехов, Хуехов, никто такого не делал. Как это сделано, это уже другой вопрос. Но сама по себе идея неплохая. Структура текста, 0.4, лексика, панчлайны, художественные приемы, мысли, игра слов. Я поставлю два со скидкой на то, что, возможно, я не вдавался в какие-то детали, не знаю, не углублялся в историю, там, шестого, пятого раунда, не все треки слышал. Я поставлю два с запасом на то, что я что-то не выкупил. Но в целом, ну, как бы и было там что-то, ну, все, в целом крепкий батловый трек без базара. Рифмовка. Рифмовка была нормальная тоже. Ну, давайте. Были какие-то тоже... Ну, короче, нормальная рифмовка. Давайте два тоже поставим. Рифмовка не вызывала у меня нареканий. Были прикольные какие-то находки, все нормас. Техника. Техника, ну, в целом неплохая. Ничего было. Тоже претензий особых нет. Поставлю два из четырех. Как бы впечатлить тоже особо ничего не впечатлило. Ритмика и фишки я поставлю один. Потому что, ну, все как бы на уровне, но ничего удивительного не было. И даже пулеметных вот этих вот полустрочек, там, да, каких-то вставок, ну, как-то... Они так не сочетались, как у прошлого оппонента. Прикольный, конечно, там ракешник какой-то, там, гранж, панк, хуево знает, что у него там во второй части. Как он это назовет сам. Прикольно это звучало, но настолько в целом все было не очень, что вытащить это все не может. Из чего вытекает, что за харизму и атмосферу... Ну, я поставлю один, а не ноль, ну, потому что трек неплохой, во-первых. И потому что, ну, в целом я тоже понял, что это за чувак примерно. Ну, то есть у него тоже есть какое-то лицо. И давайте я даже поставлю... Давайте я даже поставлю, наверное, может... Не, поставлю один. Ну, недостаточно, это было круто. Вот мы оценили все остальное. У нас получается... Давайте я лучше за общее впечатление поставлю один, а не ноль, потому что, ну, нормальный трючок. Неплохой. Вот, ну, то есть я бы в харизму еще полочку добавил, в общее впечатление полочку. Но перенесу с харизмы на общее впечатление. И нажму оценить. У нас получится 6-4-1. Это 11 баллов против 16-ти у предыдущего МСИ. Я примерно так это все и ощущал. Вот оно у нас так и получилось, что не может не радовать. И нажимаем кнопочку оценить. Ну что, дорогие друзья. Сейчас я вижу два имени, которые мне знакомы. И это не может не радовать. Одно из этих имен Грязный Рамирос. И у него есть два минуса от каких-то крутых чуваков, наверное. Под именем Мини Ган Панк и Клоунекс. 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 Это, наверное, какие-то грайм-продюсеры из Лондона. Вот. Должно быть. Второго человека зовут Джилия. Я поверхностно знаком с творчеством первого исполнителя по касательной. Что-то где-то слышал. И хорошо знаком с творчеством Джилии. Я слушал его все предыдущие раунды. И слушал много его работ в прошлом. И могу вам сказать, что, скажем так, за последние 10 лет я добавил в оценки к его работам очень большое количество баллов для себя. Вот. Грязный Рамирос. Это исполнитель с именем. Я так понимаю, сейчас у него сольная там карьера. Все у него на мази. Какой-то там он модный валит там полуграйм, полушток. Там все у него, короче, на движухе. И явно есть своя фан-база. И все шикарно. Я думаю, что за Джилии стоят олдскульщики с форума. И, возможно, фанаты вот тех самых баттловых Дрочил, о которых я часто говорю. За Джилию я спорить не могу кривить душой. За Джилию стою я. Потому что те некоторые треки, которые я слышал от грязного Рамироса, мне особо ничего нового я из них для себя извлечь не смог. А вот треки Джилии мне это слушать всегда было интересно. А в последнее время даже доставляет эстетическое удовольствие. Потому что человек умный, человек нестандартный. Несмотря на то, что он делает приблизительно в одинаковом стиле, как сказал мой один товарищ в стиле злобной бабушки. Что тоже оригинально, потому что не знаю таких других МС в русскоязычном пространстве. Но при этом именно самый высокий интеллектуальный уровень его позволяет слушать с большим интересом. Лично мне. Поэтому тут я немного могу сразу сказать, что, возможно, за счет этого буду предвзят. Потому что мне интереснее материал такого уровня. Возможно, получится переубедить меня участникам своими работами. Более того, хочу отметить, что мой товарищ и, опять же, ориентир. Один из менторов моего становления как артиста. Виктор Гевиксман, также известный как Виктор СД. По моему мнению, топ-3 участника этого батла. И мой лично фаворит вместе с МЦ Лучником вылетел абсолютно, я считаю, несправедливо. Я слышал оба трека и был неимоверно удивлен, что по итогам батла Виктор проебал. Я до сих пор считаю, что это несправедливо. Я не собираюсь никак Рамиреса травить за это или мстить ему за Витю и так далее. Но я должен был это сказать. Я считаю, что это просто какая-то хуйня. Если судейство в батле устроено так, что в такой паре может Витя с таким треком проиграть такому треку другого человека, то я немного в этом судействе не понимаю, наху я им нужен. Потому что с моим вкусом оно вообще не совпадает. И, видимо, я буду просто для небольшой статистической погрешности. На этом мое лирическое отступление заканчивается. Я высказал то ради... Я даже думал не судить, честно говоря, потому что все мои фавориты выбыли. Я не хотел уже было следить особо за мероприятием. Но потом подумал, что все-таки это будет некрасиво. Да и, в принципе, мы можем все повеселиться, послушать песни. А поскольку судей до хуя, мое мнение особо никому ничего радикально испортить не может. Итак, поехали. «Грязный Рамирес». Сегодня, если я ничего не путаю, у нас первые MC из пар получали больше баллов. Рамирес стоит первым, поэтому все более-менее в равных условиях. Без Джиньоса приятно. «Ядовую в эту небо» на получить балла, тут, в которых все голос. На подавейке танцую. На подавейке танцую. Рикольно. На подавagram танцую. Все же спокойно не веряется, в курсу присо flipped на варианте. На подавании танцую. Сдыхал и тружить морковами нас в remi. Билбок на AhverUREix с которыми мы застрялись. Гидался бунтарем пал под летящими моцами. Все потому, что я соберил язык по чаще, чем отца. «Жду-жу!» Меня не починить порта. Я буду лететь свободно, оба, тут мой коты�先-related личный отказ для нас фронтов. Подумали в тот день, пять дней, сто недели, у меня чёрная суббота, каждый день я в её умыть танцую. Классный трек, прикольный вообще. Только я не знаю, что он такой картавый, не знаю, как он, конечно, поёбливает лучше. Вообще, мне говорили, что мой голос в этой паре ни хуя не решает, потому что этот чувак уже пройдёт, стопроцентно, вот. Но, тем не менее, я же должен посудить. Ну, пока этот трек лучше, чем прошлый, который я слышал гораздо. Теперь подбуханный танцую. Грэ, грэ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мне понравился больше сказать довольно трудно Ну, я говорю, я как будто с одной стороны должен судить по идее, как мне нравится, с другой стороны должен судить в рамках там мероприятия там и пытаться найти какую-то прочувствовать общую концепцию. Поскольку мое мнение ничего не решает, я буду судить, как мне нравится, я бы на супер микропиксель поставил бы Джилю выше, потому что я бы трек послушал, может быть, еще разок. Хотя вот с первое, я бы не знаю, но я бы не думал, я бы в этом ударю, но я бы не думаю, я бы не думал, но я не думал, что у Джиля тоже все послушал, но я не погрузился. короче. Ну, а тут Джили, он погружает. Если ты можешь погрузиться в такое, ну, ты погрузишься. А вот, ну, у Рамирса там как бы погрузиться легко, но глубина немного другого порядка. Вот, как бы. И отдельный, конечно, момент, это услышать Джили на грамм битах. На UK Drill. На UK Drill битах, или как это хуйня называется? Просто на Drill, да, битах. Вот, это я никогда не думал, что до такого доживу. Те, кто считает, что Джили не попадает в бит, вы просто вообще нихуя не понимаете в ритме. Ну, просто поверьте мне. Попадают они в бит оба, заебись. Но попадать как Джили, это, ну, надо поучиться. Просто это так, ну, это другие как бы немного. Другая технология. Это не квадратно вот это Дорошилово. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Это все охуяно. Но есть еще, типа, другие техники, щитки в другие дуали. Как, ну, читают там, Jay-Z, например, послушайте. Ну, тоже, блядь, могли бы сказать, что Jay-Z не попадает в бит по такому критерию. Вот. Наболело, извините. Так, поехали. Давайте ставить оценки. Значит, я буду ставить... Сейчас просмотрю все и просто выставлю меньше максимума там, где меньше максимума. А все остальное поставлю на максимум, потому что треки к максимуму очень близки. Поехали. Рамирос. Пробегусь текст. Оззи Осборн, да, тоже, ну, читал книжку про него не так давно. Ну, вообще, прикольный персонаж. Открыли, отличное раскрытие. Да, ну, заебок. Все в этом плане было. Лексика, рифмовка. По рифмовке сейчас посмотрю быстренько. Ну, тоже рифмовка такая, вполне себе. Ничего не испортила. Не особо выразительно, не особо сверхъестественно. Ничего, но в целом на уровне. Техника. Я поставлю чуть меньше технику, потому что местами что-то, ну, прожевывалось и проглатывалось. Ну, были такие единичные моменты. Вот. Ритмика, фишки. Ну, тут все норм было. Харизма, атмосфера. Я поставлю чуть меньше. Поставлю харизмы поменьше, потому что, несмотря на то, что там образ понятен, и изо всех сил человек, как бы, его старается показать, и всем понравится, и показать, какой он такой, там, грязный, там, типа, крутой, репрезентативно, да, все это, ну, я им, для меня, меня это немного не убеждает до конца, да, ну, два из трех, это дохуя. Многие люди делали тоже классные треки и получали меньше, чем два даже. Ну, типа, многие люди, до которым я поверил, больше тоже получили два. Знаете, по рифмовке я, пожалуй, поставлю тоже на один меньше, потому что, ну, вот я просмотрел, сейчас просмотрю еще раз. Ну, она нормально, ну, вот, она не на максималку, она норм. Чуть-чуть, типа, не докручена, я бы сказал, до максимума. Остальное все поставлю высоко, ну, интересные мысли были, тема раскрыта. По ритмике, по фишкам, да, все весело, прикольно, красиво, припевчик, все работает. Общее впечатление, два, одно, однозначно. Нажимаю кнопочку оценить, не буду смотреть, сколько получилось, посмотрю позже. Что у Джили? Я у Джили, ну, ну, давайте снимем один балл с ритмики, потому что, ну, потому что, потому что это Джили, потому что это Джили, потому что, ну, удивить тут, как бы, сложно за столько лет чем-то. Хоть грамм битый, охуянный был. Вот, харизм, атмосфера, я ставлю максимум, техника исполнения, я ставлю максимум. Чувак, не прожевывает, не проглатывает, нихуя вообще. Все понятно с первого раза. Как, блядь, журналист, как диктор. Харизм, атмосфера 3, максимум. По рифме я ставлю идеально, потому что, ну, вот у него нет вот этой дражбы по рифмам, которые раздражают. у него местами где-то появляются парочку таких, ну, плотных, типа, конструкций, а так везде в целом просто оно идет супер качественно, и нисколько не бросается в глаза, ты просто слушаешь, блядь, рассказ. Структура текста, блядь, я ставлю 4, мне все охуенно понравилось, ну, я слушаю, это высокий художественный уровень текста, это охуенный текст, в первую очередь. Раскрытие темы, давайте я поставлю раскрытие темы меньше тоже на 1 балл, потому что немного это все по этой, блядь, по касательной оно прошло, вот в старой батловой, как бы, схеме, как я говорил, название тем, типа, ты идеальный пациент, я идеальный пациент, а судьи пидорасы, такое флоу. Общее впечатление ставлю 2, потому что мне охуенно понравился, как бы, этот трек, как и все остальные треки Джилии, даже, ну, чуть больше, чем основная их часть, ну, на очень высоком уровне. Итого у нас 9.82 у Рамироса, 9.92 у Джилии, нажимаю кнопочку оценить, это получается 19.18, нажимаю кнопочку оценить, о, Локдог и Егор Крид, Ну что, будем оценивать, Локдога и Егора Крида? Нажимайте плюс, если будем судить, Локдога и Егора Крида, и нажимайте минус, если не будем. Я считаю до 5, и мы закончим. Так, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1, 5.1, отлично. Хорошо, давайте включим сейчас трек на баттл Егора Крида и Локдога, так получилось, что он совместный. Я открою критерии, и мы послушаем с вами внимательно, и потом оценим. Вот, это тоже не повлияет, наверное, на результат пар. Правда, тему они другую предложили им раскрыть, но посмотрим, как они справились с раскрытием этой темы. Снова ночь, весь город спит, только мы не спим. Под окном под тебя стою, слушай, чего укутки. Собираясь, я возле дома, ты не ждала, я в курсе, падать с тобой в лот, круче не видел еще никогда экскурсий. Мне грустно на этой тусе, в каком бы я ни был тусе, с чего ты решила, что это отпустит? Ах, карьи глаза, ты девочка одна, не могу тебя позабыть, хоть и две. Карьи глаза, ты девочка одна, ты наденешь платье, я возьму тебя на рыб. Карьи глаза, ты девочка одна, не могу тебя позабыть, хоть и две. Карьи глаза, ты девочка одна, ты наденешь платье, Я возьму тебя на рэй Вытер за тех, темный город как выберет Просто молчи, тишина за нас говорит Улицы спят, больше не горят в море Если б не ты, я б давно богат изнутри Я заберу тебя ночью, я не верну тебя больше Я наберу тебя точно Я не беру, значит, позже Ты простая настолько, что с тобой так сложно Я с тобой настоящим, но настоящим и прошлый И мы прыгнем в такси, и заплатим за... Это был панч петля! Насы смотрят странно, нам плохую на всех Мы только едят на свет, идем на красный свет Ты наденешь платье, я возьму тебя на рэй Карие глаза, ты девочка одна И не могу тебя позабыть, хоть убей Карие глаза, ты девочка одна И ты наденешь платье, я возьму тебя на рэй Карие глаза, ты девочка одна И не могу тебя позабыть, хоть убей Карие глаза, ты девочка одна И ты наденешь платье, я возьму тебя на рэй дорогие друзья у меня сейчас открыт текст этого раунда сейчас мы с вами все оценим и так ну что же трек замечательный оба исполнителя открыли раскрыли тему карих глаз его крит уже не раз раскрывал тему различных глаз локдок не раз высказывался о любви вот красивая романтичная композиция слушать я конечно не буду послушал я сейчас второй раз вместе с вами единственный трек на battle который послушал два раза вот никакого этого дизреспекта пацанам с обоими знаком лично оба отличные ребята занимаются музыкой больше может даже чем я на локдоге я рос с егором мы еще там делали работу всякую выпускали вот поугарали в свое время песня по моему к эта хуйня и слушать просто я не должен мне кажется она для другого сегмента конечно я бы больше повеселился если бы мы сейчас с вами послушали два батловых трека от этих исполнителей но это нахуй никому из них не нужно я думаю вот поэтому мы с вами будем сосать хуй что могу сказать по треку оба исполнителя довольно стандартно для себя подошли для локдока как бы полюбил за другие песни как и меня многие полюбили за другие возможно песни не за те которые я делаю сейчас которые я буду делать не думаю что его вообще-то должно волновать вот но при этом сказать чтобы тут было что-то откровенно пороще его светлую репутацию или что-то сильного из выделяющиеся из того что он делает последние годы я не могу просто такое коммерческий в меру искренней текста любви вот егор тоже в своем репертуаре ни одна у него и не две и не три песни на такую тематику были вот давайте перейдем к оценкам оценим локдога раскрытие темы тема карих глаз насколько была раскрыта глаза у нас были упомянуты были в принципе текст сейчас откроем так что там глаза были ли там глаза кроме как в припеве ночь мы не спим слушаю гудки мне грустно так глаза так ветер затих я заберу короче ну чуваки я вот вижу что в песне кроме припева про карие глаза нигде ничего не говорится поэтому я считаю что тема раскрыта хуёво честно искренне давайте я поставлю по одному баллу за раскрытие темы ну чисто потому что чисто потому что но это артисты такого уровня что они не могут получить ну что да карие глаза мы же об этом разговариваем там что-то у девочки они есть там да ну вроде но есть но в целом тема на мой взгляд каре глаз вообще не раскрыта перейдем к структуре текста лексика ударные строчки панчлайны художественные приемы интересные мысли игра слов и прочее так панчлайны техника так ударные строки художественные приемы интерес в основном ищем художественные приемы интересные мысли так у крита был охуенный панчлайн просто пиздец. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый. Это панчлайн. Я считаю, главный панчлайн на весь этот текст. Потом фигуры речи. Лабиринт. Город как лабиринт. Улицы спят, фонари не горят. Погас изнутри. Заберу тебя ночью. Наберу тебя точно тоже в рифмовку. Короче, ты простая. Настолько, что... Короче, у Крида пиздец просто. Ну, там панчлайнов дохуя. У Лок Дога. Ночь, город спит, мы не спим, под окном стою, слушай, собираюсь возле дома, ты не ждала, падай с тобой в омут. Ну, вот есть метафоры, да, какие-то. Мне грустно на тусе. Короче, у Лок Дога больше такой лирический подход, а у Егора чисто по панчлайну. Поэтому исходя из этого и будем оценивать. То есть лексика, ударная строчка, художественные приемы. Но я бы поставил, знаете, что... Я бы Лочью поставил 2, наверное, Балла за структуру текста. А Егора поставил бы 3, потому что у него панчлайн просто на панчлайне, там пиздец можно охуять вообще. От как бы мощи, поэтому Егора поставим больше. Рифмовка. Значит, посмотрим быстренько. Так, ну, Лочью стандартная. Поп-рифмовка. Ничего бы она. Любовь, кровь нет. Ну, тусе-плюсе такое, конечно. Город спит, мы не спим. Так это, наверное, не должна была быть рифма. Фонари изнутри. Точно, ночью. Сложно. Прошло. Короче, по рифмовке тут довольно хуёво всё. Ну, типа так, с точки зрения батла, да? Если рассматривать. Можем ли мы ставить Егору Криду и Локдогу 1 за рифмовку? Но, знаете, они сделали это довольно элегантно, поэтому мы не можем поставить 0 и даже 1 не будем ставить. Пожалуй, поставим им 2. Потому что это не 3 по-любому, да? Но в рамках этого, как бы, стилистики этого трека, исполнения, у них всё получилось по рифме, так, как там должно примерно и было бы быть. Мы ставим им за это 2 балла. Переходим к исполнению. Исполнение было восхитительное, мелодичное, трогательное. Гитарка, драм-н-бэйс, там, битмейкер свой, очевидно. Техника, значит, художественная задумка. Исполни без запинок, без слогов, без оффбитов. Всё, тут всё, 4-4, вообще без базара. Пацаны своё дело знают, профессионалы, блядь, отстелили на миллиард долларов. Ритмика и фишки. Напевки, вокал, триоли, дабл-тайм, твист, интересные вставки, красота и сложность рисунка ритмики. Ну, тут, мне кажется, вы со мной согласитесь, Егор немного всё-таки выиграл, потому что у него там и какие-то ускорения, и всё там, что хочешь. Я даю Егору 3, даю Саше 2, потому что у него попроще как-то всё. Значит, харизма, атмосфера. Я вот здесь поставлю на бал больше лощи, потому что вот у него такой глубокий, хриплый голос, он так по-босяцки всё это, без рифм, так простых, меньше типа пытался как бы удивить, поразить, так по-простому разложил. И в целом для общей справедливости я ему поставлю больше, потому что как бы это лощи там, да, он типа начинал, когда мы все ещё манную кашу в садике жрали там или в школе. Я ему поставлю 3, Егору поставлю 2, хотя он безмерно, это на самом деле тоже 3, это 2,75, потому что лощи чуть-чуть вот такой, харизматичнее. Общее впечатление я поставлю... Так, ну давайте вот прочитаем, что здесь написано. 0, трек не хочется переслушивать. 1, хорошее впечатление о треке, средний показатель. 2, отличный по Миссу Ди трек, который можно добавить в свой плейлист. Блядь, ну я не знаю, если я сейчас поставлю 0, это будет, конечно, неправильно. Если я сейчас поставлю 2, это будет выглядеть как какая-то, блядь, давайте в конце, блядь, в конце они все потрахались, давайте жить дружно, Кот Леопольд и так далее. Мы уже не для этого здесь собрались. Я, наверное, поставлю треку 1, потому что у меня хорошее впечатление о нем в целом, но его можно добавить в свой плейлист, просто я не буду этого делать, потому что мне, блядь, уже дохуя лет, у меня их глаза не карие, и нарывы я, блядь, уже давно не хожу, и никого не беру. Вот, поэтому я поставлю за общее впечатление по одному красивому баллу. Обоим парням это получится 2 на двоих. И в итоге у нас получится, что Локдог набрал 5, плюс 8. Нет, да, 5 плюс 8, а Егор у нас набрал 6, плюс 7. 5 плюс 8, это сколько? 13. А Егор? 6 плюс 4, 3, 2, 1. 4, 3, 7, 2, 1, 3, 16. 16. Так, а у Лочи? Это не 8, да, это 10. 15. Отлично. Все, я все подсчитал. Судейская комиссия выносит свой вердикт. Значит, 15 баллов у Александра Локдога, 16 баллов у Егора, у Крида. Дорогие друзья, всем спасибо, всем свободны. Побеждает Егор Крид. До новых встреч. Прежде чем мы попрощаемся, включу вам как уже просили меня вчера, я сделаю это только сегодня. Включу вам, о, кстати, есть оказывается книга «Безумие силы». Хочу вам включить песню. О, блядь, это видео недоступно. Сейчас найдем другую, подождите. Так, это тоже видео недоступно, жесть. Сейчас найду. Делитесь с вами впечатлениями в комментариях, ставьте лайки, яйки. Будем ли мы с вами судить следующий батл? раунд. Следующий раунд батла. О, я нашел. Блин, не могу найти, короче, этот трек, к сожалению. Давайте послушаем тогда другое. Большой сил исполнитель. Трек называется О, есть, нашел. О, шел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok